Всем привет дорогие друзья, с вами Сноя Дисан. Сегодня, 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 у меня куча информации, куча новостей. Не в том, что куча, но я, можно сказать, начинаю еще один дополнительный сезон, тоже мод Pixelmon, в принципе. Но мы играем на сервере... О, покемон босс, покемон босс, покемон босс. Вы хотите спросить, как я узнал? Ага, я не скажу, как я узнал. Но, суть в том, что это дополнительный сезон, играем мы на сервере Black Dragon, и, в принципе, кто хочет, можете зайти, поиграть тоже, ссылка будет в описании. Ссылка на сайт сервера. И, так, если упаду, не умру. Нет, нормально. Ночь, вот, это за пара, нельзя идти поспать, так как на сервере еще два человека. А, в принципе, дорогие друзья, в принципе, смотри, какой офигенный текстур пак. Еще его раньше не заметил. Вот еще одна фишка, в которой мне очень нравится этот сервер, это вот этот текстур пак, и вторая фишка, вот эта охрененная мини-мапа. Такое, как RPG какой-то. Вот тут спаун. Вот смотрите, сколько я пробежал, вот сюда. И вот тут я буду строить свой дом, на горе. В принципе, дорогие друзья, играю я на сервере Black Dragon, да, еще расскажу, еще расскажу, ссылка будет в описании. Играю я тут, потому что меня позвали, я подумал и, в принципе, решил, что можно действительно тут поиграть. Это будет еще, как и еще один дополнительный сезон Майнкрафта, только вот на сервере. И в будущем тут будут играть более, больше людей, и, в принципе, можно будет устраивать поки-битвы, ну, битвы на покемонах и такое. Во-вторых, еще расскажу, вот реально офигенный текстур пак, в-третьих, скажу, реально офигенная мини-мапа, в-четвертых, скажу, тут уже, тут стоит радар покемонов. То бишь, видите, сверху справа, вот на карте, там, где вот эти все желтые кругульки, да, это показывает покемонов. Ну, в смысле обычных покемонов. Вот, сейчас я увеличу вот тут. Вот это все обычные покемоны. Кстати, перед тем, как я это объясню, я словил Шайни Гравеллера. Ах, вы не поверите, но я действительно... Это что у нас? Кожа. Я словил Шайни Гравеллера. Прикиньте, я играю на сервере, ну, пару часов, пока я путешествовал по миру, я нашел Шайни Гравеллера. И в то время я нашел приблизительно где-то штук 15 покебоссов. Но я, конечно, их не убил, убил только одного, вот. Выпало тут парочку вот этих всех дисков и такое. И я, прикиньте, заспаунилась Страйкваза. Я не успел зайти на сервер вот тут, возле спауна. Вот приблизительно вот тут заспаунилась Страйкваза. Ну, и, конечно, я его никак не словил, потому что у меня вот 4 обычных покебола. И вот это мини-мапа, да? Еще раз объясню. Вот это реально мало того, что оно как бы легче играть, так как ты видишь на мапе, где обычные покемоны, где еще кто-то. Вот желтые кружки, это обычные покемоны. Красные кружки, это шайни-покемоны. То бишь я вот нашел красный кружочек, вот где-то вот тут, возле этого леса я нашел красный кружочек. Это у нас был шайни-гравеллер. Вот он, красавец. Я нашел кучу оранжевых кружочков. Вот это покемоны-боссы, но сейчас пока что нету. И еще, я решил построить дом вот тут на горе, так как я заметил, что вот именно в этом месте до охренища просто покемонов. Если так посмотреть, сейчас, конечно, уже парочку как бы пропали покемонов, но когда я сюда прибежал, вот даже смотрите на мини-карте вверху, сколько там кружочков. Покемонов, смотрите вот там сверху, охренеть. И во, смотрите, сколько покемонов. То бишь тут есть, вот например, огромный шанс, что ты просто зашел, да, включил мини-мапу и тут, ну вот например, оранжевый, да, там заспавнился какой-то покемон, да. И бум, уже знаешь, что это, твою мать, 48 уровень, ты что, дурак? И ты уже сразу знаешь, что это там заспавнился какой-то покемон-босс и можно его пойти убить. И поэтому я поселился вот тут, на этой горе, так как на этой горе я заметил, что самое большое количество покемонов, которые как бы вообще спавнятся, что вот на горе, возле горы, в горе, как бы в шахтах очень огромное количество покемонов, которые спавнятся. Типа, есть огромный шанс, что, конечно же, заспавнятся там покемоны-боссы и еще кто-то. И причем это гора, да. И суть в том, что это гора, так как тут может заспавниться им Олтрос, если, конечно же, поедет им Ютуб. И вот этот, вот этот радарик, ну охренеть, как бы, вот эта штука класснющая просто, реально, мне очень нравится. И это, можно сказать, еще расскажу, дорогие друзья. Это дополнительный сезон Пиксельмона. Я не знаю, как вы, но я очень рад. Единственное, почему, но у меня как-то даже эмоции переполняет. Мне действительно очень нравится этот сервер. В дальнейшем тут будет играть больше людей. Как я знаю, разработчики, в принципе, этого сервера сделали конкурс, что на Новый год там 5 человек, которые выиграют, получат доступ, зайти на этот сервер. Так как это сервер только для випов. Сюда никто не может зайти. Только те, кто купили подписку... О, кстати, админ зашел на сервер. Только те, кто купили подписку на этот сервер. В смысле, они смогут зайти только тут поиграть. Или же админ, или же еще кто-то. Ну, мне предложили, сказали, ну, в принципе, я сюда могу зайти в любое время и поиграть, записать. И 5 человека, которые выиграют конкурс, смогут... О, покемон босс, покемон босс, видите? Вот, оранжевый кружочек. Охрененная штука, этот радар. Охрененная штука. Обожаю тех, кто его придумал. Ну, и 5 человек, которые выиграют конкурс, выиграют, как бы, пожизненную подписку, что в любое время могут зайти и просто поиграть на этом сервере. Я пока что не знаю, какая там ссылка на вот этот конкурс. Но я потом спрошу... Так, где этот покемон? Потом я спрошу, какая ссылка на конкурс. И, в принципе, я потом ее засуну в описание, и вы сможете зайти на тот конкурс и просто-напросто поучаствовать. Так, сейчас мы попытаемся убить этого покемона босса. Фиг, его знали, где он? Ну, где-то под нами. Я думаю, где-то он в шахте, так как я уже кучу находил в шахте. А, он пропал! Вот, зараза. Вот, зараза. Ну, пофиг. Я решил, что я буду строить... Еще раз скажу, я вроде уже говорил, да, что я буду строить дом вот на... Вот на той горе, да, я уже что-то как-то спустился далеко. Буду строить я дом вот там, да. В принципе, я скажу, что эти видео... Видео не будут долгими. Просто потому, что, как бы, есть еще проекты, которые нужно тоже снимать. И, в принципе, у меня нет... Ну, как это можно сказать? Нету кучи времени, да. Но, я вот что решил. Чем короче будут эти видео... Ну, конечно, не там 2-3 минуты, а где-то будут 10-15 минут. Чем короче будут эти видео, тем больше будет... О, админ, админ бегает. Тем больше будет видео. То бишь, если видео будет 10 минут, то мне легче записать 2 видео по 10 минут, чем одно видео по 20 минут. Так как, если, например, одно видео по 10 минут там рендерится, обрабатывается видео где-то приблизительно... Пусть будет 15 минут. Даже где-то полчаса. То видео 20 минут может обрабатываться до 1 часа. 1 часа, прикиньте. А если видео 20 минут заливается приблизительно часа 2, часа 3 даже, прикиньте. 3 часа заливается одно видео. О, еще один покемон босс. Вот он, 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 вот он. Если одно видео 20 минут заливается приблизительно 2 часа, да. То видео 10 минут заливается приблизительно час-полтора. Даже может меньше. Это большая разница, дорогие друзья. Красный, красный джиудуд. Охренеть. Убьем, 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 не убьем. Я боюсь, что нашего Чармиллиона с одного удара сейчас стукнет. Кстати, я уже прокачал Чармандера в Чармиллиона, но я нашел Аарона, вроде он был синий покемон, я его нашел вот как раз на этой горе и убил его. Твою мать, убили нашего Чармандера. А кто-то... Че пропал? Как он? Он пропал. Красный покемон босс пропал. Твою мать. Че, они могут просто-напросто так пропасть, выйти из боя, просто испариться? Так как, ладно, убили Чармиллиона, но еще уже Гравеллер остался. 34 уровень. Вот твою мать. Ладно, дороги... Да иди ты в ж... О, еще если сейчас нашего Гравеллера убьют, это вообще жопа будет. Ну, в принципе, я знаю, где тут Покет-центр... О, ни хрена себе, он сильный. Ну, в принципе, да, он шайний. Я, в принципе, знаю, где тут Покет-центр, так что можно будет сбегать. И, кстати, тут охрененная система магазина. Охрененная просто. Вы знаете, у меня есть магазин, ну, как я делал в другом сезоне Пиксельмона. Ни хрена себе, сколько опыта дало. И, в принципе, я там могу покупать, да, за различные... Ну, не... Я сам его, как бы, сделал, можно сказать. И... За алмазы я там могу покупать, да, в себе различные вещи, и покеболы, и всякое такое. А тут, как бы, уже сама продуманная система, там, вот, на спауне. Мы потом сбегаем, сейчас нет времени, так как действительно далеко бежать до спауна. Ну, в принципе, я могу телепортнуться, но потом сюда опять бежать это долго. Я не могу пока что сюда телепортнуться, так как дома у меня еще тут нету. И... Охрененная система вот того, как бы, поке, 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 поке... Ну, какого поке? Магазина. Кстати, я уже выбил... Я уже нашел 4 алмаза в шахте. Ну, в принципе, вы сейчас можете увидеть скриншот на экране. Я его как раз заскриншотил в тот момент. И... Охрененная вещь то, что действительно... Например, 4 алмаза, да? 1 алмаз можно обменять на 35 бронзовых коинов. 64 бронзовых коинов, то бишь, 1 стак, можно обменять на 1 серебряный коин. И вот так насобирать 64 серебряных коина их можно обменять на 1 золотой коин. За 1 золотой коин можно купить мастер болт. То бишь, тут охренеть, какая продуманная система магазина. И это очень классно. То бишь, например, у меня есть 11 пшеницы. Там даже... Там, короче, все можно продать. Кость, пшеницу. Вот у меня... У меня шерсть есть. Одна шерсть это вроде 10 бронзовых коинов. То бишь, у меня есть уже 100 коинов и 35 бронзовых коинов стоит 1 алмаз. То бишь, насобирать кучу всяких ресурсов, пойти в магазин это все продавать, надыбать себе кучу бронзовых коинов, обменять это все на серебряные коины, надыбать себе, набарыжить, можно так сказать, себе кучу бронзовых коинов, потом серебряных коинов и обменять это все на золотой коин и взять себе мастер болт. Это реально охрененно. Вот это реально... Тут как бы это же пиксель мон. вот как бы уже есть какая-то суть собирать обычные ресурсы то бишь те же кости те же ту же кожу те же слизи там с покемонов которые падают ну которые должны падать слаймов вообще короче все пшеницу шерсть есть и есть смысл собирать это все потому что можно обменять это на коины и за коины можно купить вещи спицельмона то бишь за обычные ресурсы можно про приобрести коины и купить вещи с покемона кто-то там уже за суицидился надо жить надоело в принципе дорогие друзья давайте на этом закончим если вы рады есть вам нравится вот эта идея что мы будем иметь еще один дополнительный сезон по пиксельмону мне это очень нравится и действительно очень мне нравится и серый идея и в принципе все мне нравится пока что то что можно играть и принципе серыми 10 очень нравится не знаю почему но как-то тянет даже играть и в принципе я потом скину ссылку на тот конкурс который говорил где каждый может выиграть пропуск на этот сервер и потом если захотите можете даже со мной поиграть в смысле не даже но если захотите то можете со мной поиграть я вот например вот тут построю где-то свой дом вы можете например построить дом вот на этой горе кто-то на этой кто-то там и принципе сделаем себе небольшой городок и будем тут играть Так что, дорогие друзья, давайте на этом закончим Ставьте лайки, если вам нравится эта идея Заходите на сервер Black Dragon Ссылка в описании Играйте на других серверах, участвуйте в конкурсе И, в принципе, выигрывайте, да И всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Всем удачи, всем пока Пока